Добрый день! Вести Кабардино-Балкария в эфире в студии Натальи Юсупова и в начале выпуска. Коротко о главном. Да, если бы не каско, было бы совсем не здорово. На маршрут без регистрации в Чигемском ущелье очередного пострадавшего туриста сняли с ледника и доставили в РКБ. Пришел сюда, написал заявление в анкету и вот перезвонили, предложили. Если у вас нет работы, жителям КБР предлагают трудоустройство на выезд. Ягода по сезону. Как купить арбуз и не волноваться за свое здоровье? Арсен Коноков решает социальные проблемы граждан. Ежедневно в интернет-приемную главы КБР с вопросами и просьбами о помощи обращаются десятки жителей республики. В основном население волнует проблемы жилья, трудоустройства и ЖКХ. Ни одно из обращений не остается без внимания, но теперь Арсен Коноков решил изменить формат их рассмотрения и с поступившими жалобами и предложениями разбираться лично на месте. В этот раз глава отправился в Чигемский район. Республика решил проинспектировать Чигем вместе с заместителями председателя. Мы проедемся по тем местам, где есть жалобы людей. Предупреждаю, если вот это, то, что сейчас мы проедем, не будет сделано, вот то число, которое скажут, член правительства уйдет с правительства. Я просто даже разговариваю. Главная проблема жителей второго Чигема – это выезд из села. Уже год заградительные барьеры на трассе вынуждают жителей ежедневно преодолевать лишние километры. О решении этого вопроса и не только смотрите сегодня на канале «Россия». Программа по следам обращений, подготовленная совместно с пресс-службой главы и правительства КБР, выйдет в эфир в 18.30. К другим темам. В России стартовал арбузный сезон, как сообщают РИА Новости. Только в Москве в минувшую субботу официально открылись более 400 бахчевых развалов. На прилавках Кабардино-Балкарии большая ягода появилась чуть раньше. Купить ее можно буквально с колес. Машины с товаром прочно обосновались во всех дворах многоквартирных домов и вдоль дорог. Насколько безопасно брать арбузы у уличных торговцев? И как проверить качество любимого продукта? Выясняла наш спецкор Наталья Булат. Федеральная трасса «Кавказ». С 9 утра вдоль дороги мелкими партиями продаются арбузы. Ягоды лежат прямо на земле, что категорически запрещено тут же в нескольких метрах мусор и сопутствующий ему запах. Появление представителей силовых структур и местных властей у продавцов страха не вызывает. На выписку протоколов единственное, на что имеют право проверяющие, реагируют спокойно. Охлопляем протоколы по статьям 7.1.6 и 7.1.11. Сумма штрафов колеблется от 300 рублей до 1500 рублей. Мы посчитали, если в среднем цена арбуза колеблется от 7 до 10 рублей, а вес от 7 до 10 килограммов, то окупить штраф торговцы смогут, продав ягод 15-20. В день они реализуют гораздо больше, и для этого не надо брать разрешений на санкционированную торговлю в местной администрации. В этом году специальных мест выделили 20, заявки подали только 6. Одно из них по улице Калюжного в Нальчике, но завидев камеру, хозяйка арбузов начинает прятать лицо. Позже выясняется, разрешение на торговлю есть, но в магазине. Он на противоположной стороне улицы и почему-то закрыт. Положенных двух метров прилавки с ягодами от дороги не выдерживают. В одном из дворов Нальчика мы все-таки решаемся купить арбуз. Арбузы супер обещают. А чьи они? Ставропольский край. Обещали, что будет спелый. Главное без нитратов. Чтобы проверить качество, направляемся в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор. Арбуз оставляем в машине, он тяжелый. Здесь нам нужно только написать заявление. Мы хотели написать заявление о том, чтобы наш арбуз проверили на его качество. Но оказалось, мы должны указать в своем обращении в обязательном порядке. Наименование торгового предприятия, место его расположения, фамилию, имя, отчество руководителя или индивидуального предпринимателя. Скажите, разве покупатели все это выясняют во время покупки? В управлении все же идут нам навстречу и заявление принимают. Попутно выясняем, когда и в какие сроки служба имеет право проводить проверки. Плановые проверки, я сейчас повторяю, в соответствии с федеральным законом 294, мы имеем право проводить один раз в три года, согласно утвержденного ежегодного плана проведения проверок. Если мы говорим о торговле на улице, мы имеем право провести только внеплановую проверку, и то по заявлению потребителя. Следующая остановка – лаборатория Центра гигиенной эпидемиологии. Прямо при нас арбуз моют, разрезают и следуют. Если показывать 0,4, это означает, что здесь нитратов нет. Довольных и сытых лиц наших сотрудников мы показывать не будем, скажем, только арбуз был вкусный. Вопрос в другом. До сегодняшнего дня за проверкой качества этих ягод в Управление Роспотребнадзора Республики никто не обращался. Хочется верить, товар пошел качественный, но, вспоминая все наши мытарства, думается, у большинства жителей просто не хватает сил и времени, чтобы преодолевать все бюрократические препоны. Вот и покупают на глаз, а потом едят на авось. Наталья Булат, Азамат Табуха, Вести, Кабардино-Балкария. Продолжаем выпуск. В Чигемском ущелье накануне спасатели сняли с высоты 3700 метров пострадавшего альпиниста из Екатеринбурга. О том, что в субботу на леднике Голубева один из туристов упал и предположительно сломал ногу, стало известно утром в воскресенье. В МЧС отмечают, что группа из пяти человек не была зарегистрирована. На месте происшествия с пострадавшим остались двое. Другие участники группы спустились на погранзаставу, чтобы позвать на помощь. Да, если бы не каска, было бы совсем не здорово. Вечером в половину девятого вертолет Северокавказского регионального центра МЧС приземлился в аэропорту Нальчика с пострадавшим на борту. Затем экипаж Центра медицины катастроф доставил туриста в Республиканскую клиническую больницу. Я поступил к нам в приемное отделение с травмами, такими как перелом плеча у него был, оскольчатый, со смещениями фрагментов. Были перелом предплечья без смещения, перелом пальца, также справа, это все было на правой руке. Также был перелом костей правого бедра, тоже перелом был оскольчатый, было произведено дно, налажено спицы, вытяжение, налажено больно, чувствует себя удовлетворительно. В муниципалитетах Республики продолжается подготовка к осенне-зимнему сезону. Информацию о том, что уже сделано и в какие сроки ожидается выполнение тех или иных мероприятий, анализируют на еженедельных совещаниях в местных администрациях. Большой объем работ уже выполнен в Прохланинском районе. С подробностями наш специальный корреспондент Сафар Гириев. Подготовка объектов ЖКХ и социальной сферы к зиме – первейшая задача дня, подчеркнули на рабочем совещании в Прохланинской райадминистрации. Как сообщили руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства, сейчас ремонтируют электрооборудование в котельных и на центральных теплосетях, проверяют измерительные приборы и приборы учета, дымоходы и вентиляционные каналы. Но ситуация с теплосетями остается критической, отметили представители райтеплоэнерго. К сожалению, износ сетей именно в части теплоснабжения уже у нас маркует практически 100%. В своей части работы, которую мы должны делать по подготовке котельных, у нас их 34 котельных по району, процент готовности по этим котельным порядка 80-85%. То есть, те обязательства, которые мы взяли на себя, я думаю, что срыва здесь не будет. План подготовки у нас есть, утвержден, мы действуем согласно плану. Но здесь как бы, если мы с вами вместе не сработаем в одном направлении, отопительный период у нас не пройдет, скажем так, благополучно. Большая проблема местных бюджетов, и не только в Прохладинском районе, нехватка денег на проведение ремонтных работ в системе ЖКХ. Не говоря уже о том, чтобы приобрести или построить что-то новое. Такие расходы изначально следует закладывать в бюджеты поселений, подчеркнули на совещании. Мы, если при формировании бюджета потихонечку не начнем какие-то шаги делать, то ситуация может оказаться критической. Потому что, по сути дела, у нас 30% объектов культуры, значит, на честном слове мы проводим этот отопительный сезон. Руководители предприятий и организаций, главы сельских поселений предупреждены об индивидуальной ответственности за подготовку к осенне-зимнему периоду. На особом контроле объекты социальной сферы – школы, детсады, амбулатории, спортзалы. Прошлый год мы перезимовали хорошо, без перебоев работали, как в школе, так и в дошкольном образовательном учреждении. В настоящее время в котельной проведен ремонт. Я надеюсь, что в следующую зиму мы тоже перезимуем без происшествий. В администрации района решили посетить практически все социальные объекты района и проверить работоспособность отопительных систем, а также состояние кровли. По итогам выездов составят перечень проблемных учреждений, а дальше будут решать, кому и в каком размере оказать финансовую поддержку для проведения ремонтных работ. Задачи перед главами сельских поселений и коммунальщиками сегодня поставлены конкретные. Времени в обрез. На раскачку нет ни минуты, предупредили муниципалитеты. Руководители местных организаций учреждений сами должны проявить активность, изыскать дополнительные средства на завершение ремонтных работ. Спрос соответственных будет жесткий, напомнили на совещании. Впрочем, наступающая зима и сама спросит строго. Общественная палата КБР будет следить за тарифами ЖКХ. Горячую линию по вопросам необоснованного роста цен в коммунальной сфере открыл региональный центр общественного контроля. Обращения принимаются на телефон 7207-94. Его вы видите сейчас на своих экранах. А также по адресу город Нальчик, Долинск, улица Конукоева, 2. В Черекском районе создана экспертная группа для рассмотрения предложений жителей, поданных через единый портал «Российская общественная инициатива». Этот интернет-ресурс призван наладить открытый диалог граждан и власти, чтобы социально значимые решения принимались с учетом народного мнения. В группу вошли представители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и общественных организаций. 3w.roi.ru – адрес сайта, где можно внести свое предложение, причем любого значения – федерального, регионального или муниципального. Здесь также можно проголосовать за инициативу другого пользователя. Обязательное требование – регистрация на портале госуслуг. После размещения общественное предложение проверят юристы и, если все в порядке, опубликуют для голосования. В течение года инициатива должна набрать не менее 5% голосов граждан, постоянно проживающих на территории муниципалитета. Если это условие соблюдено, уже экспертные группы на местах будут ее продвигать. Работа на выезд. Такое решение проблемы Госкомзанятости КБР предлагает тем, кто не может трудоустроиться в республике. В этом году Кабардино-Балкария заключила соглашение с Межрегиональным ресурсным центром. Государственное кадровое агентство создано по инициативе полпреда Александра Хлопонина. По этой программе 10 жителей республики уже уехали на заработки в разные субъекты страны. Еще 5 в скором времени отправятся к новому месту работы. Осман Казаков продолжит. Центр занятости населения в Нальчике. Ежедневно в поисках работы сюда приходят десятки человек. Ищут работу в республике и за ее пределами. Нальчанин Дмитрий Дживалов, в прошлом водитель, решил попытать счастье в другом регионе. Пришел сюда, написал заявление, анкету, и вот перезвонили, предложили. Отправляют Дмитрия в Туапсе, разнорабочим, в железнодорожную компанию. Предложение он принял, но собирается работать там временно, чтобы надолго не оставлять семью. На заработки по России из Нальчика хотят уехать почти 100 человек. В центре занятости уже есть заявление. От работодателей пришло пока 5 гарантийных писем, что и соискатели их устраивают. Заполняют резюме. Мы отправляем это в электронном виде в Третьегорский межрегональный ресурсный центр. Там они, судя по тому резюме, как оно заполнено, работают с ними. По всей России к ним вакансии сливаются. Они по номеру контактного телефона, указанному в резюме, который гражданин указывает, они с ним связываются, предлагают работу. А вот по республике желающих работать за ее пределами более 300, говорят в госком занятости. Чаще всего это люди с низкопрофессиональной квалификацией, а то и вовсе без специальности. Пока трудоустроили и десятерых. Между тем список вакансий разнообразен, впрочем, так же, как и география. Из этих, кто у нас уехал, в основном рабочие, строительные. Но вот в Геленджик там сельское хозяйство, работники сельского хозяйства. Но у нас, например, уехал учитель физкультуры, туда устроился, где-то в Иркутской области, художником, оформителем. Наибольшее количество заявлений в межрегиональный ресурсный центр поступает из столицы республики, Эльбрусского, Майского и Прохладинского районов. Как говорят в госком занятости, отток рабочих рук из Кабардино-Балкарии не так высок, а потому на ситуацию на рынке труда особо не влияет. Осман Казаков, Зорук Анкулов, Вести, Кабардино-Балкария. На Нальчикском ипподроме состоялся 33-й розыгрыш традиционного приза первой группы – Дербе Кабардино-Балкарии. Престижный трофей оспаривали 14 лошадей трехлетки чистокровной верховой породы. Призовой фонд самой массовой скачки дня составил 200 тысяч рублей. Кто сорвал куш и пришел к финишу первым, знает Елена Кушхова. Скаковой день открыли состязания на приз газеты «Кабардино-Балкарская правда». Дистанция – 1400 метров. Гнидая кобыла Аниагара Дрим под седлом жакея Рустама Панжокова никому не оставила шансов. Большой отрыв и чистая победа. Самый высокий класс показали конники из Ингушетии. Они выиграли все основные скачки. Начало победам гостей положил приз первой короны, завоеванный жеребцом Маймун Мубареком. Выдающемуся жакею тренеру Жамботу Пшукову посвятили скачку на лошадях трех лет на дистанции 2400 метров. Единственный в республике жакей международного класса Пшуков дважды участвовал в состязаниях на приз триумфальной арки в Париже. А эта скачка самая престижная в мире. Поведу в противостоянии праздновал гнидой тип-топ из Ставропольского края. Мастер жакей Денис Суханов. И вот главная схватка за приз дерби Кабардино-Балкарии. Знаменитые на весь мир скачки появились в 1780 году. Их учредитель – британский премьер-министр Лорд Дерби. Республиканское состязание под таким названием – это массовая скачка с призовым фондом в 200 тысяч рублей. На классические 2400 метров вышли лучшие трехлетки. И тут свое превосходство вновь показали скакуны из Ингушетии. Биг Трик – имя обладателя престижного приза. Книдая Кобыла из конюшни иконно-спортивного клуба «Мага» с самого начала не подпустила к себе других. Так в одиночестве и пришла к финишу. Кубок победителю Жакею Мирбеку Мамурову вручил главный федеральный инспектор по КБР Алексей Вербицкий. Это третий дерби у меня. Третий раз выигрываю. Третий раз выигрываю, да. Победа дается нелегко. У меня планы сейчас я поеду в Казань. Там дерби, там буду участвовать. Был также разыгран приз министра сельского хозяйства КБР и именные трофеи, посвященные знаменитым скакунам. Не менее увлекательные состязания ожидаются на Нальческом подроме в следующий скаковой день. К нам предстоит 1 сентября, День Республики. У нас будет Кубок Эльбуса разыгрываться. Поэтому мы должны очень тщательно подготовиться и достойно провести этот прекрасный день. Елена Кушкова, Сафар Гириев, Игорь Мигулин, Вести, Кабардино-Балкария. И к настоящему часу это вся информация. Следующий наш выпуск смотрите в 17.10. Не пропустите. Субтитры подогнал «Симон»